Здравствуйте, дорогие друзья. Путешествия. Стоянки, которые были в пустыне. Глава, кстати, которая завершает книгу в Медбар, называется «Массей. Переходы». И у мудрецов возникает целый ряд вопросов. 42 перехода. От стоянки к стоянке. Описывает нам Тора. Во-первых, для чего нашим предкам это вообще нужно было? Да, двигаться, может быть, иногда и хочется, но 42 перехода по пустыне с женщинами, с детьми, со скарбом. Пусть даже не они давали команду, это Бог говорил, когда двигаться. Ну, 1-2 перехода, но 42 много, это как бы что-то здесь не то. Второе. Зачем так подробно описывать все временные лагеря в пустыне и сохранять в веках название каждого? Ведь Тора, она обычно стремится к выражению краткость «сестра таланта» и описывает возрождение там целых эпох, одним словом. А тут подробно, подробно, подробно. Из Рамзеса, в Суккот, из этого, туда, то есть в-третьих. Тора это указание. Тора не исторический какой-то учебник или повествование. Поэтому во всем должно быть какой-то цель рассказа нам, именно нам, каждому конкретному человеку. А какую цель, какую конкретику мы вытащим из переходов всех этих бесконечных. Итак, пошли. Начнем с последнего. Есть чем учиться. И не просто так это указание. Ибо, будучи, как бы, даже на самом мелком уровне, на самом высоком уровне, как бы ты ни читал Тора, она относится к нам. Тора пытается нам в этом отрывке, сказали мудрецы, донести следующее. Нельзя стоять на месте. В Кабале, в Кабале, где каждому виду творений, есть свое наименование, которое отражает внутреннюю сущность. Минералы называются неподвижными, растения растущими, животные живыми. А человек, человек называется идущий. Не, как он себе польстил там, разумный. Идущий. Идущий. Вслушайтесь в это слово. В нем суть нашей жизни, говорит Тора. А если не суть, так сказать, то вообще жизнь ли это тогда? Надо задать вопрос. Это еврейские мудрецы говорили, они говорили, что человек по своей природе не может быть статичным. Если он не идет вперед, он идет, ползет назад, он деградирует. Если не развивается, деградирует. Так не бывает. Стоянки на месте нету такой. Точно так же, как и бьющееся сердце. Если бы оно остановилось, я подожду полчасика, отдохну. Нет, человек в движении постоянно. А вот в каком направлении он двигается, это уже зависит только от него. И вот тут с нами разговаривают. Говорят мудрецы, если ты угомонишься немножко, останешься довольным своим статусом, перестанешь учиться, перестанешь бороться, перестанешь страдать. Я знаю, все, конец, ты потеряешься. Ты уже не тот человек. Откажись от амбиции, мечты, уравнения не дорешай. И ты уже не тот человек. Человек, повторяю, человек, это человек, идущий ему. Даже ангелы называются стоящими по отношению к человеку, потому что у ангела есть только задача, и он ее выполняет. Он идет, одноногий написано, да, он посыльный. И в каком направлении, куда, и то, что ему повелели, то он и делает. А вот человек, он всегда выбирает свой путь сам. И пути бывают эти нелегкие, поэтому Тора обозначила их там стоянками. В нем зашифрованы разные испытания, которые поджидали в одном-одно. Где-то захотелось покушать что-то сладкого, где-то золотой телец сбил, где-то, где-то. Написано, человек пройдет в своей жизни. Каждый человек пройдет в своей жизни. 42 этих перехода. Хочет он или не хочет. И что мы знали всегда, что продвижение вперед всегда чревато опасностями. Всегда чревато соблазном свернуть с пути. Именно в этом, в этом, в этом говорится, знаете, еврейская песня. Шаг вперед и два назад. Да, это смысл нашего движения в самой жизни. И все равно, говорит Тора, и при этом раскладе, при всех сложностях, надо идти, иначе пустыня засосет, иначе рутина засосет, иначе лень засосет. И мы постоянно всегда должны двигаться. Поэтому задеть, один себе вопрос надо задеть. Не дать этому миру остановить нас. Не дадим мы любимым, если остановимся. Не дадим врагам, не дадим самим себе, чего заслуживаем. А вот отсюда название главы, отсюда необходимость переходов. Поэтому, что, да, объективно, не сиделось на месте. А если бы сиделось, зачем выходить из Египта? Ведь любой стоящий это раб. А рабам быть хорошо, вот поймите, это правильно говорят мудрецы. Тут, кстати, речь идет не о временной передышке отдохнуть или что-то вздохнуть, а про сознательный отказ от движения. Нельзя откладывать все время на бесконечное. Поэтому завтра, все говорят завтра, а завтра никто не знает. Поэтому, если остановиться, да, завтра не будет. Брахавы от слаха всего самого лучшего.